Мы видим это разрушенные здания кинолектория, которая существовала еще в советское время. И жители очень тепло вспоминают вот это место. И как раз его первым делом мы хотели бы восстановить. В 80-е годы сквер между улицами Свердлова, Революционной, Юбилейной и Ленинским проспектом был местом притяжения горожан. Здесь проводили маскарады, ярмарки, отдыхали выходные. В 90-е он пришел в упадок. Местные жители неоднократно отвоевывали эту территорию от застройки. Еще недавно здесь лежали горы мусора, сквозь которые росли кустарники. А сейчас территорию приводят в порядок. Вдохнуть вторую жизнь в сердце автозаводского района – главная задумка авторов проекта «32-й квартал» Марии Кузнецовой и Марии Степановой. Девушки работают в Тольяттинском государственном университете в Центре урбанистики и стратегического развития территории. С учетом мнения жителей они разработали дизайн сквера. Проект стал победителем в номинации «Моя гостеприимная Россия» всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». У каждого человека есть возможность поучаствовать, кем бы он ни был. И вот когда он едет и представляет свой проект, видит, какие проекты представляют другие, мне кажется, это дает очень большой рост. То есть кроме того, что ты сам готовишься, сам растешь, пока происходит эта подготовка, но ты, ко всему прочему, видишь, что делают другие, и это заставляет тебя двигаться дальше. Скорую дизайнерскую помощь окажут более чем 12 гектарам сквера. Здесь появится велопрокат, прогулочные аллеи с летними гамаками, спортплощадка с тренажерами и теннисными столиками, открытая летняя сцена. В центре сквера разместят фонтаны в форме волны, а по бокам – так называемые островки, лавочки с навесами. А на участке в форме крыла самолета разместят открытую террасу, детскую площадку, скалодром. Для меня эта тема важна, потому что я большой фанат своего города и наследие культурного, которое у нас есть в городе. Вроде бы считается, что его не очень много, и Тольятти такой скучный унылый, но на самом деле здесь оно есть, его надо возрождать. Теперь жизнь здесь кипит. В сквере регулярно проходят мастер-классы, квесты, фестивали. Можно воспользоваться бесплатным вай-фаем. Проект реализован более чем наполовину. Это позволяет как раз в рамках конкурса «Моя страна, моя Россия» очень активно изменять городские пространства, изменять качество жизни, изменять отношение людей к той территории, на которой или рядом с которой они живут. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проходит ежегодно. Задача – привлечь молодежь к решению острых вопросов социально-экономического развития региона. Школьники, молодые специалисты, студенты представляют свои проекты и получают на их реализацию гранты, стажировки и дополнительные баллы к ЕГЭ. Президент в послании к Федеральному собранию говорил о важности поддержки местных инициатив, связанных с криведением, с народным творчеством, с сохранением культурного и исторического наследия народов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» эффективно решает эту задачу. В конкурсе «Моя страна, моя Россия» приняло участие около 90 тысяч человек из всех регионов России. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество экспертов, сообщество педагогов-новаторов, сообщество молодых людей и их родителей, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел, где они живут, где они получают образование, где они работают. Мы приглашаем всех к участию в конкурсе. Очень много номинаций. Номинации охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Каждый найдет для себя свою тему. Осенью стартует уже 17-й всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет есть шанс улучшить жизнь своего региона. Создать свой собственный авторский проект – социальный, культурный, научный и принять участие в конкурсе. А потом получить поддержку для его реализации. Главное – не бояться и уверенно идти к своей цели. Елена Малютина, Максим Гусев, События.